Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале DECOM. Сегодня 28 марта 2022 года. Это видео, как обычно, будет полезно тем, кто планирует инвестировать в рынок NFT. Спонсор видеообзора Децентрализованное сообщество DECOM. Ссылка под видео в описании. И по старой доброй традиции начинаем с самого важного. Не так давно мы запустили в Генезис Блокс акцию. Любой желающий мог опубликовать коллекцию. Если коллекция проходит наше голосование, то есть если мы покупаем NFT из этой коллекции, фонд Генезис Блока, то вы получаете 200 долларов в эфириуме. Но не тут-то было. У нас пошли подводные камни, а точнее у нас пошел негатив. Ну, в принципе, не сказать, что я сильно удивлен, но я просто не думал, что он пойдет сразу. Буквально мы только запустили, прошла первая коллекция, здесь уже люди начали возмущаться. То есть этот человек занял второе место. И здесь, если честно, непонятно. То есть он действительно верит в эту коллекцию. То есть он от чистого сердца хочет, чтобы мы эту коллекцию купили в Генезис Блокс. Либо его интересует просто 200 баксов. И на хайпе этой коллекции он решил поднять немножечко баблишко. Почему? Потому что эта коллекция достаточно молодая. Она на рынок вышла буквально там 20... Ну, там сейчас уже, наверное, 25 дней назад. То есть они знают практически все. Вот все, кто в рынке NFT, они знают все. Здесь на самом деле очень сложно понять, что движет человеком. Либо 200 долларов заработать, поднять бабло. Либо он действительно верит в эту коллекцию и хочет, чтобы мы добавили ее в фонд Генезис Блокс. И тем самым развить Генезис Блокс. Поэтому мы решили отказаться от награды 200 долларов. Эти деньги мы лучше потратим на развитие. В данный момент мы решили их потратить на модератора. Единственное, я сразу скажу, я не занимаюсь наймом сотрудников. Поэтому мне даже не пишите по поводу модерации. То есть у нас есть Гром, у нас есть там МД, другие ребята. Вот им пишите. Я этим не занимаюсь. Мне это особо не интересно. Мне больше интересует коллекция и наполнение фонда Генезис Блокс. И, конечно же, фонд наполнения ДЭКОМ. И сегодня я хочу разобрать коллекцию, которую я представил буквально два дня назад в Генезис Блокс. Называется Королевы и Короли. Но я единственное ее немножко по-другому называл Короли и Королевы. По-нашему будет наиболее читаемо. Очень интересный сайт у них. Минимум воды. Видно, что поработал профессионал. В первую очередь поработал дизайнер. А здесь за дизайнера, скорее всего, также автор коллекции. Поэтому мне, если честно, очень-очень нравится, как здесь все сделано. Но здесь, опять же, нет ничего интересного в плане наполнения текста. Здесь они упор делают все-таки на саму коллекцию. Но здесь, на самом деле, нет ничего лишнего. Вот это весь сайт. То есть идет основная часть сайта. И потом дополнительная. То есть здесь все простенько, но в то же время со вкусом. Мне нравится, как здесь все сделано. Ну и сразу на что обращаем внимание. У них здесь сразу один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов. Который называется Сотбис. Совместно с аукционным домом Кристис Сотбис занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж, антиквариата и предметов искусства. И специально для тех, кто в танке. Аукционный дом Сотбис очень интересуется рынком NFT. То есть он в нем видит перспективу. Поэтому, естественно, те коллекции, где он отмечен, мне они наиболее интересны. На данный момент они в основном продают панков. Ну, в первую очередь, да, запускают там различные аукционы. С чем связаны в первую очередь панки? Потому что в них залезли, скажем так, крупные фонды. Фонды, они набрали там достаточно сильные позиции. Поэтому, естественно, они всячески их продвигают. То есть сами по себе панки, они особой ценности, если честно, не имеют. Но за счет того, что там залезли фонды и за счет того, что их шилят, там есть определенные люди, которые занимаются этим. Поэтому они пользуются спросом на рынке. То есть у них есть какая-никакая ликвидность. Естественно, Сотбис также продает этих панков на своем аукционе. И здесь у нас представлена быстрая статистика по социальным сетям. Напоминаю, у нас на самом деле две социальные сети на рынке NFT. Это Twitter и это Discord. В Twitter у них 69 тысяч подписчиков, из них 65 китов. Киты имеется в виду достаточно популярные аккаунты. Далее переходим в сам Twitter. Нас интересует, конечно же, дата создания Twitter. Как давно он создан. И нас интересует обратная связь. То есть количество лайков, репостов, комментариев и так далее. Twitter создан достаточно давно, в далеком 2008 году. О чем это говорит? О том, что как минимум это не однодневка. В основном, если вы будете изучать коллекции, вы увидите, что им там 2 месяца, может 1 месяц, 3 месяца. Ну то есть идет все на потоке. То есть запускается коллекция быстренько. То есть рисуется одна картинка. Дальше гонится трафик. Еще сама коллекция не готова. То есть ее еще не нарисовали. У нее нет ничего. Уже гонится трафик. Нагоняются боты, репосты, лайки и так далее. Все это идет на потоке. Дальше коллекция запускается. Она скамится. Здесь, ну видите, ситуация совершенно другая. Здесь аккаунт 2008 года. Здесь кто-то из вас может сказать, да, в принципе проблем нет, купить аккаунт старый. То есть здесь на самом деле сделать это не сложно. Но вопрос, зачем этого делать? То есть то, что мы здесь смотрим, на самом деле никто не смотрит. Я вам серьезно говорю, никто не заморачивается. Единицы смотрят вот на аккаунты, да, какого года, когда они созданы и так далее. То есть большинство на это плевать. Они заходят, делают репост, лайк, добавляются вайт-листы, не добавляются. Либо на хайпе и так далее. Залетают и дальше уже там понеслось. То есть вот это никто не изучает. Поэтому на самом деле вот этого делать никто не будет. Ну смысла в этом нет. Зачем тебе тратить деньги, покупать аккаунт 2008 года, когда ты можешь просто создать голый аккаунт чистый, да, нагнать трафика. И это выйдет в десятки, а то и в сотни раз дешевле. И далее я предлагаю посмотреть на обратную связь. У нас запоминаем 70 тысяч подписчиков. Опять же это ни о чем не говорит. У нас все говорит вот эта статистика. 135 репостов, 254 лайка. Ну и здесь вообще жесть просто. 53 лайка, 11 лайков, 44 лайка. Ну вы поняли, да, 70 тысяч. Из этих 70 тысяч там 69 тысяч ботов. 70, 60 лайков, 70, 85. Ну то есть смотрите, сам по себе твиттер. Ну не сказать, что совсем мертвый, да. Ну по сравнению, если вот смотреть вот эту статистику. 70 тысяч подписчиков. Ну он мертвый, можно сразу. Ну если так смотреть. Если было бы здесь, например, 700 подписчиков, да. Или хотя бы 7 тысяч подписчиков. То он был бы живой. Так твиттер, ну полудохлый. Ну да, тут публикуются, конечно же, какие-то посты. Видите, они публикуются регулярно. Поэтому нельзя сказать, что он мертвый. Но вот по обратной связи здесь нет никого. Здесь нет подписчиков. Здесь единицы. Но здесь от силы, может, я не знаю, 2-3 тысячи реально. Вот подписчиков, реальных людей. Это максимум, наверное. Остальные все боты. Либо они подписались просто на этот проект. Он им особо не интересен. Но видите, регулярно публикуются различные посты. Это не просто там какие-то, знаете, ретвиты, репосты, да. Там и так далее. Здесь реально они что-то пишут. Что-то обсуждают и так далее. Ну и в первую очередь, естественно, они выкладывают свою коллекцию. Они чужие какие-то. Ну, в принципе, здесь, ну так. Не сказать, что Twitter мертвый. Ну и не сказать, что он живой. Далее возвращаемся к быстрой статистике. У нас Discord. Представлен здесь 14 тысяч пользователей. Из них активных 1300 пользователей. Но если сравнивать с Twitter, здесь статистика намного-намного лучше. То есть, вот глядя на эту статистику, ну, здесь можно сразу сказать, что, ну, как такового хайпа не было у этой коллекции. Несмотря на то, что там есть достаточно известные люди. Ну, а есть киты, да. То есть, у нас есть даже здесь Джастин Трон. Тот самый Джастин Трон. Ну, и многие-многие другие. Есть вот Гарри Ви. Это тот человек, у которого своя коллекция. Он достаточно популярен на Западе. И он подписан здесь. Ну, и многие другие. Зенека подписан. Многие-многие подписаны на эту коллекцию. И я, если честно, очень удивлен. У нас получается, несмотря на то, что в Twitter огромное количество известных людей подписано, которые связаны с рынком NFT. И, несмотря на это, у нас Discord дохлый. Ну, по сравнению с этим. То есть, я, как минимум, здесь ожидал увидеть более 100 тысяч в Discord. Пользователи из них там, ну, хотя бы тысяч пять, наверное, активных. У нас статистика какая-то противоречивая. То есть, ну, если честно, непонятная. Ну, и далее переходим в Discord. Нас также здесь интересует, в первую очередь, обратная связь. Далее у нас вышла какая-то новость. Вот, 24 марта. Сегодня 28 марта, напоминаю. Но новость достаточно важная. Здесь какие-то обновления. Видите, там, метавселенная и так далее. 53 всего лишь лайка. Здесь 18 лайков. 26-го. Давайте посмотрим. Здесь 34. Но здесь картинки. Картинки, ладно. Мы не будем смотреть. Смысла нет. Нас интересует новость. Давайте мы пролистаем. И посмотрим. Вот у нас новость. Достаточно важная. 21. Ну, и здесь 17, 46, 107. Ну, вы видите, на самом деле, ну, скажем так, вот здесь статистика представлена для той коллекции, у которой не было никакого хайпа. То есть, для той коллекции, у которых нету известных личностей, которые подписаны. И самое главное, для той коллекции, у которых нету поддержки аукционных домов крупнейших. Ну, то есть, здесь какая-то противоречивая информация, на самом деле. Если я бы не был знаком с этой коллекцией, ну, изначально, да, не видел, как она развивается, я бы подумал, что это скам. Далее переходим в открытое море. Ну, и здесь нас интересует, конечно же, количество, стоимость и объем. Объем, опять же, небольшой. Но для таких коллекций он смешной. Полторы тысячи виталиков. Это очень-очень мало. Это вот прям вот даже стыдно, если честно, показывать. Пол 0,2. И у нас получается 7 тысяч NFT. И из них там 2,5 тысячи владельцев. У нас получается, грубо говоря, 1 к 2,5. Статистика, если честно, опять же, здесь лишний раз доказывает, что здесь средняя коллекция, у которой нет никакой поддержки. То есть, нет известных людей, подписчиков. Также нет поддержки каких-то аукционных домов, да, либо еще чего-то. То есть, ну, по идее, вот, если верить этой статистике, за ними нет ничего. То есть, есть какой-то автор, и за ним, ну, нету ничего. Просто есть какое-то небольшое сообщество, и все. Далее листаем вниз. И здесь нас интересует, конечно же, купить сейчас. И, опять же, нас интересует, сколько желающих продать эту коллекцию. Здесь получается 624. Ну, кажется, 624 это мало, но на самом деле это 10%. Ну, чуть меньше 10% от предложения. Ну, то есть, это на самом деле очень много. В идеале, если бы здесь было хотя бы 300 продавцов. То есть, статистика была бы нормальная. Чем интересна эта коллекция? Смотрите, эта коллекция компонуемая. В сети эфириума, если честно, я не припоминаю, чтобы были вот подобные коллекции. В других сетях есть, например, в полкодоте есть канария, птица. То есть, вы ее можете собирать, разбирать и так далее. Амуницию. Здесь, на самом деле, ситуация такая же. То есть, у нас есть какой-то персонаж. Вот он у вас представлен на экране. И дальше у нас есть вторая коллекция. Она вот, она представлена здесь. И дальше вы можете ее собирать. То есть, тело, голова, волосы, да, там, одежда, корона, глаза, нос, рот и так далее. То есть, вы покупаете фон. Ну, то есть, вы здесь все покупаете. Далее вы переходите на основной сайт их. Здесь подключаете кошелек. И дальше вы собираете новую NFT. Смотрите, когда вы собираете новую NFT, естественно, старая сжигается. Почему я так сильно заостряю внимание? Потому что, если вы перейдете, например, в коллекцию сюда, ну и нажмете здесь где-нибудь, да, и решите изучить Etherscan, вы особо не удивляетесь, что эта коллекция, ну, например, конкретно этой NFT там будет стоить ноль. О чем это говорит? О том, что сожгли старую NFT и создали новую. И так как ее создали как бы бесплатно, человек платит только там за комиссию сети эфириума, получается ноль. На самом деле, стоимость минта здесь происходила в несколько этапов. Давайте мы сейчас перейдем на объем. Сама коллекция запустилась, видите, в конце декабря. На тот момент, если память не изменяет, стоимость была 0,42 Виталика. Ну, я обычно говорю 42 цента. 42 цента. И на тот момент они продали 2300 NFT. Вообще они хотели продать в три этапа. Первый этап вот в конце декабря 2300 NFT. Потом они хотели вот в феврале продать 2300 NFT. Также по стоимости 0,42 Виталика. И потом они хотели еще продать там через несколько месяцев 2300 NFT. У нас получается общее максимальное предложение 6900 NFT. Почему именно так они хотели сделать? Ну, все просто. Они не хотели обрушивать курс. И когда они в феврале запускали вторую коллекцию, я просто наблюдал за этой коллекцией. Поэтому я знаю, здесь стоимость была 0,8 Виталика. И они запустили вторую коллекцию. Единственное, на рынок они вылили все. То есть они, по идее, планировали первоначально 2300 NFT. Но они вылили там 4600. И получается, естественно, курс ушатали. И дальше, если честно, я не знаю, владельцы тех 2300 NFT, они получали бесплатно чеканку, да, продолжение этой коллекции. Ну, скажем так, еще там 4600, которые... Либо они все-таки минтили за деньги. То есть они добавлялись вайт-лист и дальше они за деньги минтили. Я этого не знаю. Но судя вот по этой цене, скорее всего, им NFT давали бесплатно. То есть у нас есть 2300 NFT владельцев. На тот момент в феврале было. Скорее всего, я не уверен, но, скорее всего, с высокой вероятностью им дали бесплатно еще 2300 NFT раскидали. Соответственно, с 0.42 здесь также перед минтом цена была где-то 0.42, но она потом быстро долетела там до 0.8. Ну, то есть там буквально за несколько дней. Я так подозреваю, что все-таки владельцы бесплатно минтили продолжение этой коллекции. Потом они сливали. И, естественно, они ушатали курс. Дальше, если мы вернемся к статистике. У нас второй минт произошел здесь. И здесь они на рынок вылили 4600 NFT. Поэтому особо не удивляемся. У нас слабая активность социальная. Но в плане здесь нет такого крупного сообщества. Но, несмотря на это, у них есть какие-то никакие связи. Дальше, что касается самого художника. Он в искусстве, насколько я знаю, с 2005 года, профессионально с 2005 года. У него уже огромное количество наработок с кураторами. Есть опыт работы с кураторами. Есть опыт работы с выставками. Естественно, с аукционными домами. О чем это говорит? О том, что с высокой вероятностью эта коллекция будет также на рынке через 5 лет и через 10 лет. То есть, он никуда не денется. Поэтому я и решил сделать обзор на эту коллекцию. То есть, на мой взгляд, коллекция интересная, особенно для сети эфириума. То есть, это одно из первых, если не самое первое, но, по крайней мере, одно из первых NFT компонуемых. Я, если честно, вот так не припоминаю, чтобы были такие коллекции интересные и компонуемые. Есть немножко другие компонуемые. Ну, есть, да. Там тоже добавляется, переделывается. Но они не такие интересные. Здесь все-таки более интересная коллекция. Она запоминающаяся. Я все-таки вижу у нее потенциал. Что мне не нравится в этой коллекции? Первое. Мне не нравится, конечно, что здесь почти 10% в продажах. Но, опять же, я хочу сказать, что я за этой коллекцией наблюдаю уже на протяжении месяца. И здесь цена особо не падала. То есть, у нас есть где-то минимум, который я видел, где-то 0.16. Ну, может быть, 0.15 Виталиков. Но это тот минимум, который вот здесь я вижу. И то у нас получается 0.17, там 0.18 в основном цена. Где-то вот здесь пляж, да. И то это в основном NFT, который без слоев. Ну, то есть, нету слоев. Нет глаз, нет рта, там, да, там нет волос и так далее. То есть, вот обычные такие манекены, на которые это все накладывается. Напоминаю, что для того, чтобы наложить, тебе надо еще заплатить здесь. Если ты хочешь здесь что-то докупить, фон и так далее. Поэтому, если вот смотреть на коллекции, которые со слоями, здесь обычно вот 0.2, пол ниже, если честно, так же я не видел. Вот сегодня это первый раз я вижу, когда здесь есть почти все, да. Кроме там глаз, носа, короны и волос. Есть какой-то фон и стоит, на самом деле, достаточно дешево. И я напоминаю, что если вы хотите, например, что-то изменить, здесь вам что-то не нравится, вы идете сюда, в другую коллекцию. Здесь покупаете, например, эту корону. Дальше берете корону, берете вот этого персонажа, да. Отправляете это все на сайте, подключаете кошелек и дальше корону перекидываете и так далее. Дальше опять компонуете. Ну, то есть, если брать для эфириума, это достаточно интересная коллекция. Если брать, например, для более современных блокчейнов, такие как Polkadot, там, в принципе, этим ничем не удивишь. Никого. То есть, такие вещи там делаются на раз-два-три. Но если даже сейчас на раз-два-три не делаются, то там через буквально 3-6 месяцев будет делаться элементарно. Любой сможет это делать, даже без знания программирования. Возвращаемся к статистике. За 7 дней они продали 51 NFT. О чем это говорит? О том, что это не ликвид. То есть, это лишний раз подтверждается. Если взять опять такую статистику, в принципе, она у всех такая. То есть, такое нисходящее движение. С чем это, в первую очередь, связано? С тем, что у нас сейчас тренд нисходящий, поэтому особо пугаться не надо. Здесь, на самом деле, нисходящее движение недостаточно такое сильное. Оно, ну, в принципе, уже, я думаю, где-то все-таки нащупало дно в районе 0.15, я думаю. 0.15, 0.2 в этом диапазоне, я думаю, все-таки это дно для этой коллекции. Что касается объема, неудивительно. Здесь у нас был запуск продажи второй партии, и тут же третью продали. Поэтому неудивительно. Здесь объем был. Здесь был первой партией объем. Ну, и здесь объема как такового уже нет. Далее здесь у нас представлена статистика, что еще держат владельцы королей и королев. Ну, и здесь, на самом деле, они держат различный мусор. Напоминаю, в пятницу у нас пройдет новое голосование Genesis Blocks. Я предлагаю голосовать за две коллекции. Ну, вот те, которые мне больше всего понравились, из того, что здесь выложили. Напоминаю, смотрите, у нас основная задача диверсифицировать портфель. Поэтому те коллекции, которые у нас есть уже, да, там в Декоме, я предлагаю их сюда не покупать. Либо покупать, когда вот реально покупать нечего. Поэтому вы их особо сюда не добавляйте. Нас интересуют, в первую очередь, те коллекции, которых у нас нет. Здесь у нас есть одна коллекция, как раз Women Rise. О ней я рассказывал в предыдущем видеообзоре. Я предлагаю за нее голосовать. И также я предлагаю голосовать за королей и королев. Что лучше решать только вам? Смотрите, у нас децентрализованное сообщество, поэтому вы голосуйте за ту коллекцию реально, которая вам нравится. Тем более, скорее всего, награды к тому моменту уже не будет. То есть независимо, кто выиграет, 200 долларов никто не получит. Друзья, на этом сегодня все. Всем хорошего настроения. Инвестируйте с умом. Ты заходи, если что.